Мои дорогие, привет! Сегодня поделюсь с вами историей, которая случилась в моей жизни давно-давно, а более 20 лет тому назад она случилась. Расскажу вам про свою подругу, которая у меня была в молодости, в юности. То есть смысл этой истории в чём? Когда кажется, что есть какой-то подводный камень в истории человека, что-то кажется вот таким вот странным и загадочным, то, как правило, вот я сейчас уже смотрю со стороны своего жизненного опыта, как бы мне примоститься. Как правило, это так и есть. То есть, когда кажется, что что-то не в порядке, оно так и есть. Это что-то не в порядке. И так была у меня подруга в университете. Меня с ней познакомили мои другие приятельницы, подружки. И мы стали с ней дружить. А девочка эта была, назовём её Маша, она была из крупного сибирского города. Ну, самый крупный город у нас за Уралом, это Новосибирск, но также есть у нас другие крупные города за Уралом. И вот Маша была из крупного сибирского города. И, как я думала, на первый взгляд, ну, никакой необходимости ехать учиться в Новосибирск не было. Потому что... Ну, что Новосибирск? У нас есть полно учебных заведений, таких же, как и по всей стране, и таких же, как в её крупном городе было. Но единственное, что в её городе, который, конечно, меньше Новосибирска, но там такой весь момент, там плохая экология. И люди, которые туда приезжали, они говорили, что белую блузу можно носить там несколько часов, а в Новосибирске белую блузу можно носить и день и два. Внутри, конечно, нет. Там вот чёрная блуза в третий день. Ну, два дня вполне можно Новосибирске белую блузу носить. А там у них вот такая сакалубия проблема была. Сейчас не знаю. Ну, так вот. Это моя подруга. Она жила буквально в проголодь. При этом, при всём, что она жила в проголодь, родители ей сняли через два или три месяца после поступления в универ, они ей сняли очень приличную однушку. Недалеко от центра города, недалеко от того места, где жила я. И она не нуждалась в вещах. То есть все вещи были куплены. Шуба внутри и ворота, хорошая косметика. Но вот денег на карман было очень мало. И она иногда буквально вот не могла себе купить еды достаточно. Мало того, что это были 90-е годы. Помните, да? У меня рассказала, как мы были 90-е. Ну, так ещё и вот это вот, да? Так ещё и вот оно. Ну, это уже близилось к концу 90-х. Там уже было полегче. Но тем не менее, работу мы никакую не могли найти. Вот сейчас молодежь все жалуется, что они плохо живут. А у них сейчас по сравнению с нами, ну, до недавнего момента, было буквально, ну, всё. Так вот, это моя подруга Мария. Жила весьма скромно. Но она, вы знаете, она никогда не занимала денег. Вела себя всегда очень достойно. Она такая, знаете, такая красивая, булоточёная девочка у неё. Ох, дедушка был итальянец. Он приехал в Сибирь по работе, да? Влюбился, женился, остался. И она такая была. Каштановые волосы кудрявые у неё были вот такие. Кожа белая, глаза карие. Ну, красивая она такая была. Вот, да, была. Надеюсь, что сейчас у неё всё хорошо. И она очень хотела остаться в Новосибирске. Она говорила, что ей этот город нравится. Что он гораздо красивее её города. Но я сравнить не могу. Я в её городе ни разу не была. Единственное, я знаю, что там все учебные заведения есть. А сестра, у неё старшая, в этом своём родном сибирском городе, выучилась на врача и работала благополучным врачом. Я пью шалфей, потому что я подцепила какую-то инфекцию. Так вот, родственников, друзей, знакомых, приятелей у неё в Новосибирске тоже не было. То есть, бывает, человек переезжает по семейным обстоятельствам. Или там какое-то специальное образование. Например, из Новосибирска ехали люди в Томск. Потому что в Томске тогда была в пармакологии отделение университета. А в Новосибирске не было. Вот сейчас я не знаю, есть ли в Новосибирске. Когда в моей молодости это всё происходило, не было. Ну и вот этой Марии, моей никакой необходимости тащиться в Новосибирск и её родителям тратить такие деньги. Покупать ей отдельно всё. Чашки, ложки, вилки. Плюс ещё платить аренду, понимаете. В крупном городе аренда не может быть маленькой. В общем, вот так вот оно продолжалось. И иногда приезжала её мама, какие-то раз в полтора-два месяца приезжала её мама и быстро-быстро затаривала холодильник. Она буквально приезжала на одни сутки обернуться, затарить холодильник и обратно умотать домой. И моя подруга, она ездила летом, до недели всего-навсего. Да, у нас сколько у нас было? Это два с половиной месяца, два каникулы. Но она ездила на две недели, не больше. И зимой тоже там на два-три дня она ездила домой. Говорила, что ей прям совсем не хочется домой и всё такое. Не нравится мне город, вообще ничего не нравится. И вообще она хочет только в Новосибирске. Естественно, мы были молодые, мы хотели выйти замуж. Да, но у нас никто не брал замуж. То есть начинали с нами отношения, а потом говорили нам, что мы там старые, некрасивые и бедные. То есть у меня есть обиды вообще на русских мужчин. Есть, да. Потому что благодаря русским мужчинам я вот живу на чужбине. То есть если меня бы русские взяли замуж, то кто-то из русских взял бы замуж, то я жила бы дома, да, понимаете? Дома. Ну вот русские как-то ко мне очень плохо относились, мужчины, которых я встречала. Да, я не умела выбирать, но относились ко мне очень плохо. И к моей подруге тоже. В общем, она не смогла выйти замуж. Учесть в институте я тоже не смогла. И вот эта вот ситуация, которая была с ней, она меня всегда, ну, удивляла. Скажем так, она была моя близкая подруга. И уже когда дело шло к этому курсу, я в конце концов её спросила. Я говорю, слушай, дорогая, мы уже знакомы много лет, и я теперь уже тебя спрошу, а в чём всё-таки дело? Почему тебя твои родители держат в проголоде? Судя по всему, они тебя очень любят, и они тебе денег-то не жалеют, но как-то вот ты плохо живёшь при такой общей ситуации, что у вашей семьи есть деньги. И мама щедрая, и сколько денег эти билеты стоят на поезд, обернуться туда-обратно. И она мне рассказала свою историю. То есть она сказала, да, деньги в семье, правда, есть, всегда были. Мама, кстати, у меня была учительницей, а папа у неё был шахтёр. Она говорит, папа хорошо всегда зарабатывал, зарабатывает, но папа бьёт очень сильно. И поэтому мама не может приехать надолго. То есть мама приезжает на день, но маме надо 12 часов быть в поезде и 12 часов обратно. Понимаете? То есть это получается два дня, даже больше, потому что туда-сюда добраться. Она говорила мне, что мама никак не может папу оставить. У сестры своя семья. Ну что там, сестра придёт, там на час, на два посмотрит отца. Что надо там сделать по хозяйству за эти за два-три дня. И уйдёт, да? И всё. То есть он остаётся один в квартире в большее время. Так вот, мать приезжала на выходные всегда, когда приезжала. И всё было дальше. Она мне рассказала дальше, да, историю, говорит, ну, вообще у неё есть такой грех большой. Я очень сильно люблю пить пиво. Вот прям, когда была молодая, ну, в школе, когда ещё училась, молодая на поступление в беде, прям вот были несколько раз запои пивные. И говорит, когда вот вижу пиво, вот прям вот не могу. Я говорю, ну, я тебя никогда не видела пивающей там что-то. Мы с тобой никогда ничего больше с бокала пива не пили. Максимум. Я говорю, редко. А что нам было пить этот бокал? В 90-е годы. Пиво-пиво-пиво-то, господи, одну и двоих. Раз в пятилетку. Вот. И она говорит, ну, пиво-то всё равно продавала. Она говорит, вот если у меня, допустим, появятся деньги, если мне дадут родители денег чуть-чуть побольше, чем мне полагается на карман, то я все деньги пойду, потрачу на пиво и вот напьюсь. И вообще, до чёрта я как могу напиться. и поэтому я не хотела оставаться у себя в городе, чтобы вот этих людей встречать, которые, знаете, там за мной такой грех. И, наверное, это у меня от папы такое досталось. Представляете, да? Вот такая история, красивая девочка такая. Она хорошо училась, она никогда хвостов не имела, никаких проблем у неё универе не было, да, универа в городе. И училась она бесплатно, она поступила на бесплатное отделение. В 90-е годы было очень тяжело поступить. Когда я поступала, на инъяс, у нас было 16 человек на место, 16. А сейчас говорят, что учителя это вообще, это так, не могли никуда поступить, когда я думаю, вот это, да, услышала, как это мы никуда не могли поступить, 16 человек на место, был бешеный конкурс на инъяс. Ну ладно, это всё мелочи жизни, говорится, это было давно, у нас уже пенсия на носу. Так вот, что было дальше? Дальше ничего, собственно, не было интересного. Прошёл пятый курс, диплом, никто замуж не взял. И она поехала домой, не словно хлебавшая, к себе, восприявление, это помните, уже не было, они сейчас не знают, уже нету. И она мне позвонила, где-то месяца через полтора, говорит, звоню тебе, это попрощаться, такие у меня дела, мало мне нашла в далёкой-далёкой деревне мужчину, из верующей семьи, он сам верующий, вот поеду, в общем, ни разу его не видела, только на фотографии, ну вот поеду, короче, с консами замуж поеду в свою воту в глухую деревню, потому что ты же знаешь, что мне в городе оставаться, ну, опасно для моего собственного здоровья. Вот так вот, мои дорогие, собственно говоря, история про что? Да, история про про то, как кажется, вот подводный камень, вот, мне с самого начала казалось, что что-то тут вот не чисто, что-то тут вот есть такое, да, вот, такое странное, никак у меня карты не сходились, когда я про неё думала, потому что, ну, никакой необходимости тащиться за 3-9 земель и тратить такие деньги в Новосибирск, к тому же она жила не так близко с университетом надо было ездить на транспорте, то есть это ещё транспорт стоит денег, да, то есть я думала, где же затык, где же подвох-то вот этот вот, чем же дело-то может быть? и вы знаете, ведь так не догадаешься никогда, да, красивая, умная, воспитанная, вообще во всех отношениях хорошая девушка, во всех просто, хозяйственная и добрая, и вот такой вот грех, представляете? Ну, больше мы никогда не виделись, не слышались, я не знаю, у меня нету аккаунта в Одноклассниках, мне там неинтересно, потому что с Одноклассниками отношения не сложились, я с ним увидел, почему так было, почему школа для меня это просто как концлагерь была, благодаря, кстати, учителям, благодаря моей, кстати, первоучительнице, да, то есть, когда учителей ругают, что они не профи, где-то я там, потому что я сама педагог, но, к сожалению, я отчасти соглашаюсь, к сожалению, так, да, что многие учителя пришли туда, не знаю, зачем, отрываться на битвах и, кстати, на их родителях. Вот так, мои дорогие, всем хорошего дня, с вами была Александра, мой влог из Швеции, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok,